друзья всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодняшнее видео я хотела бы показать вам две свои самые лучшие покупки 2021 года я их вам не демонстрировала видео о своих покупках но мы но вы могли их видеть на мне эти вещи в других влогах и мне хочется вам их показать услышать ваши комментарии по этому поводу ну я в принципе думаю что вы поймете почему я считаю их самыми лучшими покупками прошлого года и сперва я вам покажу свое приобретение от бренда селин это моя вторая покупка от этого бренда первое было платье было платье и зовут лета в италии это не совсем запланированная покупка ну это не то что я они мечтала долго и вдруг наконец-то купила можно сказать это было такое неожиданное решение хотя я думала над ней около двух месяцев я думаю что вы уже догадались что эта сумка как всегда сумка находится в пыльнике и тадам вот такая вот классическая сумка селин бокс я очень люблю когда в сумке много отделений когда все можно разложить по полочкам что называется и мне очень понравилась вот эта золотистая застежка из цвета состаренного золота а в этом мешочке находится ремешок который идет отдельно и его надо крепить к сумке самостоятельно если кто не знает вот я допустим до этого не знала что ремешок крепится то есть продевается вот в эти два хлястика и то есть в итоге получается вот такая вот история но мне на самом деле этот вариант не очень нравится но в целом сумка я очень довольна сумка из телячьей кожи и знаете она такая гладкая и я читала что она очень плохо реагирует от некоторых девушек слышала что она очень плохо реагирует на дождь но не знаю в моем случае все было хорошо я в ней с ней попадала и под дождь и ничего в принципе не случилось не произошло но я не придерживаюсь такого правила чтобы трястись над своими вещами я считаю что не я служу вещам они мне и поэтому я ее в общем-то ношу и не берегу особенно значит я довольна этой покупкой во-первых это произошло как я уже говорила неожиданно я вдруг решила купить к себе казаки летом прошлого года решила купить себе казаки как раз мы были в чехии я вспомнила что в сен-лоране есть хорошие казаки пошла туда померила и подумала что мне наверное нужно к ним сумка какая-то потому что ничего подходящего у меня не было я тут значит какие варианты я вспомнила что в селин есть сумка поход подходящая почти по стилю казакам в dior есть и еще что-то похожее есть в gucci зашла я в dior там сумка была очень хорошего цвета цвета кэму приятного теплого оттенка но абсолютно мне не понравилось внутри она просто без каких-либо отделений просто вот так вот яма и все больше ничего нет потом мне не очень понравилось там в общем сумка мне показалось неудобный в gucci не было тех сумок которые я хотела и зашла я в селин и там я решила посмотреть я знала что есть такая сумка такой же модели цвета кэмэл решила я посмотреть эту сумку но знаете мне оттенок абсолютно не понравился хотя написано что эта сумка цвета кэмэл но оттенок явно не кэмэл ну по моему восприятию это был коричневый с такой какой-то зеленцой с добавкой зеленцы холодный оттенок абсолютно мне не подходит и вообще мне не понравился но в любом случае когда я взяла и померила эту сумку слушайте но мне она настолько понравилась когда я взяла ее в руки и знаете такое ощущение дорогой качественной люксовой вещи с хорошей кожей она на самом деле очень легкая прям меня это поразило что она такая легкая необычно легкая для в общем-то других сумок у меня все остальные сумки довольно таки потяжелее чем эта сумка и знаете я ушла я не купила сумку но она мне запала в душу коричневый оттенок не хотела брать категорически он мне не понравился и я мы потом уехали из праги здесь у нас магазина селин нет где я живу и я думала о ней все время думала и потом я подумала эта сумка классическая то есть в любой из мод она не выйдет никогда я ее поносила допустим она мне надоело полежала я ее опять взяла опять ношу ну я люблю такие вещи я вообще не люблю продавать вещи а я если мне уже вещь категорически надоело я ее просто отдаю отдаю там либо родственникам своим если вещи попроще я отдаю вот там женщина которая приходит у нас убирать я у них большая семья я ей тоже отдаю вот и ну так как дорогие сумки не особо хочется до раздавать вот то я уже сейчас стараюсь покупать такие сумки которые более классические которые не особо не таком не сказать что они не модные но не не супер тренд но всегда будут актуальны и вот вот это вот такой случай я считаю что она эта сумка будет в моде всегда единственное что я думала что она более вместительна что я ее смогу брать дорогу но нет из-за того что она очень держит форму и такая сильно структурирована нет но если ее носить на каждый день что я и в принципе делаю вы могли это видеть вот то вполне сюда вмещается все что необходимо для ежедневного использования как сумку я покупала в чехии то цена ее была в кронах так заплатила я за нее вот сто две тысячи шестьсот крон не знаю сколько это будет на евро если есть желание можете перевести ну в принципе цену на сумку можно посмотреть на сайте если интересно и следующая покупка но это вообще моя любовь я так рада что я сделала все таки это приобретение можно сказать что это как бы подарок мне на день рождения хотя мне день рождения летом это я купила попозже но в любом случае я не люблю так что раз у меня день рождения мне нужен срочно подарок нет я всегда думаю нет ну потом если у меня будет какое-то желание то я куплю эту вещь а сейчас пока конкретно нет никаких вот там желаний там нет каких-то хотелок то не надо я лучше подожду и останусь без подарка ничего страшного думаю не случится так вот это вещь мне подарок на день рождения это ювелирные изделия от бренда карте конечно все это было в мешочке в пакетике такого же цвета и с надписью золотой карте значит сам футляр находился вот в такой коробочке и в коробочке вот этот футлярчик очень красивый футляр золотыми такими венделями и футляре это кольцо в виде гвоздика сейчас это тоже очень модное изделие но я как бы не скажу что я прям так слепо следовала за этим трендом просто мне она очень нравилась уже давно вот так она смотрится на пальцы я брала его именно на указательный палец взяла я его в розовом золоте и у меня на шапочке есть маленькие бриллиантики мне не совсем нравился вариант абсолютно без бриллиантов мне показался довольно таки скучным когда все кольцо усыпано бриллиантами тоже мне кажется что это нож чересчур а вот этот вариант самый нейтральный на мой взгляд его можно носить и каждый день и выглядит она довольно стильно на мой взгляд слышала от некоторых от одной девушки блогера что розовое золото брать не стоит лучше взять желтое потому что розовое все равно впоследствии выгорит и станет желтым ну не знаю я конечно первый раз я такое слышу но это же все зависит от того что добавлено в это золото какой то есть это же не стопроцентное золото да а зависимости от того какой металл дополнительно добавляет тот свет и дает золоту соответственно не знаю как она может выгореть но посмотрим розовое золото мне нравится больше чем желтая желтая мне кажется выглядит не совсем естественно но это дело вкуса это на любителя вот и я скажу так я не особый любитель ювелирных украшений я больше предпочитаю бижутерию и очень редко когда я изъявляю желание приобрести себе какое-то ювелирное изделие вот но тут не как-то ну вот я уже хотела это кольцо наверное год хотела и уже когда мы приехали праву опять же здесь у нас магазина картье нет мы приехали в прагу и там вот на этой парижской улице он прям самый первый магазин карте на углу и муж говорит ну пошли купим уже тебе кольцо и у меня всегда такая тема когда я уже иду покупать вот это вот какой-то дорогой себе дорогую вещь там ювелирное украшение или вообще какую-то дорогую вещь у меня начинается внутреннее метание голос внутренним начинает не говорить зачем тебе это нужно да ну что ты жила прекрасно без этого кольца там или это и еще проживешь и все там успокойся другой голос говорит блин ну я же так его хочу может быть все таки надо нет не надо и вот эти вот начинаются такие у меня внутренняя борьба ну все ну хватит и уже уже хотела все успокойся пойдем ладно пришли мы туда я померила все и у меня еще такое думаю и либо браслет может быть купить либо кольцо но все таки я остановилась на кольце и знаете что меня очень порадовало вообще приятно удивило картье в магазине картье у меня вообще есть ювелирные изделия я покупала и тифани и dior и бушерон но тут значит ну во первых мне дали нигде ни в одном из брендов не не дали вот такую коробочку в которой находится специальный раствор для чистки этого колечка хотя можно абсолютно бесплатно прийти в магазин и тебе почистят это изделие салфеточка вот такая вот маленькая миленькая щеточка ну и книжечка инструкция как чистить это колечко вот но представляете но мне показалось что это такая забота очень приятная вот и когда мне упаковывали это кольцо продавец пришел положил коробочку вот пакет и пакет как я уже вам сказала тоже такой же бордового цвета и на нем написано картье я такая сижу и думаю ну что-то мне как-то не очень хочется идти по праге с этим пакетом красным чтобы все видели что у меня это изделие картье ну если кто был в праге возможно она понимает о чем я говорю вот и тут он выносит пакет абсолютно белый обезличенный туда ставит вот этот пакетик картье и этот пакет который белый он еще сверху вот так вот закрывается у него там сверху такая как крышечка он вот так закрывается и все пакет абсолютно непонятно что там белый нейтральный все сверху прикрыто не знаете я думаю ну надо же какая забота о покупателях то есть они все понимают без слов в общем вот так вот меня порадовал этот бренд ну и я конечно все таки поборола свой внутренний голос и купила это кольцо и абсолютно довольна этой покупкой вот ну так что пишите комментарии что вы думаете нравится ли вам такая вещь такое изделие потому что ну я понимаю что эта вещь довольно таки спорная не каждому нравится такое скажу изделие провокационное вроде бы как она ювелирное с другой стороны это гвоздь вот так что думаю что не каждому это вещь придется по душе вот так что хочу услышать ваше мнение по этому поводу ну так что я думаю что вы теперь понимаете почему это две самые лучшие покупки 2021 года сегодня мы еще идем на день рождения так получилось что на мне все дольче габбана кроме колготок колготки кальцедония сумочка это бархатная дольче габбана я ее просто обожаю ей уже лет десять но мне она настолько нравится и классно что ручка у нее кожаная а не бархатная бархатная бы затерлась а кожаная выполнена под заменную кожу туфли дольче габбана тоже кружевные серьги дольче габбана но в целом мне кажется что образ получился очень красивый нам узнать женственный и в меру сексуальный пальто вы уже могли это видеть если смотрели мои предыдущие влоги это пальто versace покупала я его очень давно тоже и аж со скидкой 70 процентов представляете мне нравится его необычные пуговицы и воротник меховой у него отстегивается на губах у меня красная помада от huda beauty очень хорошего качества это целый набор продавался он вот в такой симпатичной коробочки виде губ эти наборы были двух цветах и продавались где-то года полтора назад в набор входит помада карандаш и блеск я очень довольна качеством этой помады вообще очень важно чтобы именно красная помада была отличного качества чтобы она не растекалась держалась достаточно долго была стойкой вот это именно этот случай это самое лучшее качество красной помады которые у меня когда-либо было хотя до этого я пользовалась помадой armani которая считается наверное самой лучшей помадой по качеству во всяком случае одной из самых лучших сама помада матовая но она абсолютно не сушит губы очень хорошо ложится карандаш абсолютно такого же оттенка как сама помада вот видите идеальное сочетание и дополнительно прилагается блеск но и можно красить можно нет при желании я когда как иногда крашу иногда нет но он вот здесь в данном случае имеет цвета но когда наносишь его на помаду цвет практически не меняется но дает такой легкий шиммер что называется для стойкости покрытия можно губы сначала закрасить карандашом а потом сверху нанести помаду потому что карандаш очень стойкие посмотрите я уже стерла и помаду и блеск а карандаш все еще остается еще хочу вам показать тональную основу и праймер от дольче габбана это мое недавнее приобретение и я хочу с вами поделиться своими впечатлениями о ней насколько мне известно косметическую линейку дольче габбана года два назад выкупил японский бренд шесейда и качество значительно улучшилось я купила вот такой вот праймер что у меня больше всего привлекло что он имеет фильтр h50 это очень удобно особенно для использования летом удобно что есть пипетка дозатор это делает продукт более гигиеничным этот праймер имеет легкий оттенок только в одном цвете выпускается текстура достаточно жидкая самое главное из-за чего я его купила это то что такая мощная защита от ультрафиолета h50 очень приятная текстура легкая можно также наносить без использования тонального тональной основы хорошо адаптируется к любому цвету кожи но во всяком случае к моему прекрасно визуально сразу сужает поры сразу ощутимо увлажняет кожу и придает такое знаете легкое сияние и здорово что под нее можно наносить любой крем без фактора защиты обычный какой-нибудь уходовый крем и сверху наносить вот этот праймер но посмотрите какая красивая баночка с тональной основой и она имеет фильтр защитный 20 что тоже очень даже неплохо к ней прилагается лопаточка очень классно что бренд позаботился об этом купила я основу в оттенке 220 тональная основа отлично увлажняет кожу и шикарно подойдет для сухой кожи особенно для использования в зимнее время когда при отоплении кожа особенно сохнет очень легкая также текстура я не люблю плотные текстуры и даже если есть какие-то небольшие шелушения допустим вот для крыльев носа это незначительные то этот крем не выделяет этих шелушения а наоборот сглаживает посмотрите как он хорошо ложится я довольна покупкой и могу рекомендовать если у вас сухая кожа и вы не любите сильно плотные текстуры смотрите как он классно подходит мне по цвету кожи и кожа становится сразу какой-то такой напитанной живой крем придает кожи естественное сияние и кожа выглядит такой холеной и ухоженной также хороший бонус то что этот крем имеет фактор защиты 20 тоже вполне хороший фактор особенно для зимы если нету активного солнца как-то так складывается что у наших друзей дни рождения в основном зимой это в январе и феврале еще моего мужа день рождения феврале так что можно сказать что нас захлестнула волна праздников но мне зато удастся показать вам какие-то нарядные образы но на сегодня я с вами попрощаюсь пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал будьте счастливы и обязательно здоровы до скорых встреч в новом видео всем пока